Внутри образуется абсолютный вакуум, так что дверь затягивается внутрь. Другой способ открыть третий глаз заключается в том, что вы сохраняете все внутри. Первый способ — наилучший. Самым значимым аспектом Шивы является то, что он открыл свой третий глаз. Все остальное — он танцевал, медитировал, дважды женился, делал столько всего. Смысл не в этом. Он открыл свой третий глаз. Только за это мы помним его, даже сегодня. За это даже сегодня, спустя тысячи лет, мы все еще склоняемся перед ним, потому что не существует замены познанию. и нет никакого способа познать, пока ваше восприятие не выйдет за рамки ваших нынешних уровней восприятия, пока не усилится ваша способность видеть за пределами нынешних ограничений, нет способа познать. Знать — значит быть свободным. Так что Шива имеет для нас значимость не потому, что он путешествовал по Гималаям, не потому что он играл со змеями, не из-за того или другого, а потому что он открыл свой третий глаз. Он открыл свой третий глаз. Он постиг то, что большинство людей не смогли постичь. То, что невидимо для огромной части человечества, стало обычной частью его видения. Вот что значит «третий глаз». Так что люди говорят, когда Шива открыл свой третий глаз, это был огненный процесс, от него исходил огонь. Огонь означает, что он сжёг внутри себя всё, что, как он думал, имело для него значение. Он стал словно печь и сжёг внутри себя всё, что можно было сжечь. И затем, из каждой поры его тела, вместо пота и крови, вышел пепел. Вот почему Шива всегда изображается покрытым пеплом. Он не покрывал себя пеплом. Пепел сам выходил из его пор. Это означает, что он сжёг всё. Он сжёг каждую крупицу неведения. Он сжёг всё, во что человек верит, как в истину. Поскольку он сжёг всё и всё превратилось в пепел, то открытие третьего глаза стало неотвратимым. Когда его третий глаз открылся, люди увидели огонь, потому что пространство внутри него полало. Два способа открыть третий глаз. Один способ заключается в том, что внутри вас образуется абсолютный вакуум. Так что дверь затягивается внутрь, естественным образом она открывается. Дверь становится слабой и проваливается внутрь, потому что там нет ничего. Он сжёг не только свои мысли, не только свои эмоции, не только свои отношения и то, чем он обладал. Он просто сжёг всё своё существо. Индивидуальное существо полностью сгорело и образовался абсолютный вакуум. Так что дверь упала вовнутрь и открылась. Поэтому люди увидели огонь, потому что он всё ещё плал внутри себя. Другой способ открыть третий глаз заключается в том, что вы сохраняете всё внутри. Всё сохраняется внутри. Вы не позволяете никакого выражения своим мыслям, никакого выражения своим эмоциям, никакого выражения для чего-либо. Вы даже не произносите ни единого слова. Если вы будете молчать четыре дня, на пятый день вам внезапно захочется петь. Если вы не умеете петь, вам захочется выйти словно волк. Да? Потому что вы хотите выпустить это. Вы ничего не выпускали и создалось такое сильное давление, что дверь вышибла изнутри. Это второй способ сделать это. Первый способ наилучший, потому что если вы откроете третий глаз, создавая давление, он откроется сегодня, а завтра опять может закрыться. или до того, как накопится достаточное давление и глаз откроется, что-то ещё сведёт вас с ума, собьёт вас с толку, и вы сбежите прочь. Да? Потому что давление нарастает таким образом. Если вы должны его сдерживать и не понимаете, что происходит, кажется, что это пытка. Это похоже на адскую пытку. Если вы подвергаете себя всему этому процессу, тогда определённо ваш ум спросит, какой смысл проходить через эту пытку. Потому что это сущая пытка. Не позволять ни единой мысли найти выражение, не позволять ни единой эмоции найти выражение, не произносить ни единого слова, не позволять выражение ни одному мнению и ни одной идее, которая возникает в вашем уме. Это просто разрывает вас изнутри. Если вы сдерживаете всё нетронутым, в противном случае раскроется что-то другое. Но вы слишком дипломатичны. Вы верите в срединный путь. Это означает, что вы не желаете никуда продвинуться. Люди, которые верят в срединный путь, про себя решили, что они не продвинутся никуда в своей жизни. Срединный путь означает лишь вашу зону комфорта. Ни то, ни это. Либо вы станете пустыми, и мощь вакуума откроет третий глаз, либо вы создадите в себе давление, и однажды оно прорвется, и глаз откроется. Срединный путь означает, что вы профессиональный пустозвон. Правда. Вы пустословите круглосуточно. Даже не как профессионал. Профессия означает, что этим занимается только часть дня. Они занимаются этим только определенное время дня. Но неважно, куда вы идете и чем вы занимаетесь, вы делаете что-то свое. Срединный путь — это способ так никуда и не прийти. Лишь через некоторое время вы поймете, что это никуда не ведет вас. Сейчас вы идете по дороге, и у вас на пути большая скала. Есть только два способа пройти — либо налево, либо направо. Слева рычит тигр, справа полыхает огонь. Вы думаете, что лучше всего пойти посередине, то есть уткнуться носом в скалу. Очевидно, что так вы никуда не придете. Это позволит вам поупражняться какое-то время. Если вы попытаетесь проникнуть в скалу, это будет хорошая тренировка. Правда, вы накачаете мышцы, если выберете путь посередине. Но вы никуда не придете. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова